Приветствую вас. Смотрю ответы на ваш вопрос уже есть. Эксперты высказали свое мнение. Я также выскажу свое. И скажу вам следующее, что то, что вы описали, то, что вы привели, я воспринимаю через контекст мотивации. То есть, мужчину объективно нужно действительно мотивировать к тому, чтобы он стремился девушку завоевывать. Но, понимаете как, вот с одной стороны, есть недостаточная мотивация, когда имеющейся мотивации для завоевания мужчины, для завоевания мужчины и женщины мало. Такая ситуация демотивирует. Это я надеюсь понятно. Бывают наоборот. Ситуации, когда мотивация чрезмерна. И это тоже плохо. Бывают, когда женщина сама настолько увлекается своими моделями такого поведения, что мужчина просто чувствует, что он, что бы он ни делал, он не сможет быть с этой женщиной. То есть, это тоже демотивирует. То есть, демотивирует как доступна доступность женщины, так и ее недоступность. Полная доступность демотивирует, полная недоступность тоже демотивирует. Мотивирует только такая, знаете, полудоступность. То есть, ощущение, что она доступна, но для этого нужно постараться. И тогда каждый успех в отношении с девушкой мужчины воспринимает как свой собственный. И у него появляется мотивация. Поэтому я отношусь к тому, что вы написали через несколько контекстов. Первый контекст – это то, что у женщины изначально была идея. Идея казаться независимой. Идея казаться недоступной. Идея, в принципе, верная. Не стоит казаться мужчине недоступной. Но вот реализация при условии, что она чрезмерно, чрезвычайно рассмерена, что она чрезвычайно систематизирована, что она стабильна, что она не меняется, реализация очень плоха. Потому что за подобное поведение мужчину можно, попросту говоря, демотивировать. Опять-таки. То есть вот эти вот элементы недоступности, они должны быть спонтанными. Они не должны быть системными. Они не должны быть слепыми, механистически. Что значит 10 минут разговора, а потом нужно бежать. Да? Например. А если разговор неинтересный? А если разговор, например, мужчину не захватывает? То иногда. Из-за этого такая вот излишняя самоуверенность в поведении женщины, она не несет никакой пользы, а вопросов. Поэтому я думаю, что идея, в принципе, верна, но вот воплощение идеи, мягко говоря, не очень. Мягко говоря, не идеально. И естественно, что этого нельзя научить. То есть можно порекомендовать женщине, как выжить себя правильно, можно проработать с ней на эту тему, поработать с мотивацией ее, опять же, почему она так вот хочет поступать. Вот. Можно это все сделать. Но научить ее реально соблюдать баланс, соблюдать баланс между тем, что она недоступна, и тем, что она полностью доступна, это невозможно. Это ей нужно учиться сломать. Потому что каждый человек сам выбирает ту форму, гибридную форму доступности и недоступности. Каждая женщина выбирает эту форму свою. И если женщина ведет себя так, если ее поведение дает ей успех, то есть она добивается того, чего хочет, то, соответственно, свое поведение она не изменит. А зачем? Если все и так. Хорошо. Если же результат поведения будет не такой, каким женщина хочет его видеть, это уже момент. И для нее, для нее, для женщины, это, безусловно, повод для того, чтобы задуматься, пересмотреть свою позицию. Надеюсь, что ответил на ваш вопрос максимально полно. Если вы от этого страдаете, если вы тот, кто пытается такую женщину завоевать, то я вам могу сказать, что либо вы готовы добиваться женщины, и готовы добиваться просто ради того, чтобы добиваться. то есть без обязательного гарантированного вам в конце успеха. Или нет. Там же то, что делает женщина, говорит либо о ее механистическом поведении, то есть ну просто вот человек увидел какую-то схему, да, и начал по этой схеме действовать, и все. То есть просто есть схема, есть список, никакой импровизации, ничего, просто вот схематичное поведение и все. И слепая вера в то, что эта схема сработает. Либо она чего-то боится. И опять же, этот страх, если он есть, то вы его можете преодолеть только спустя какое-то время. Когда поймете, во-первых, чего она боится, и во-вторых, сможете построить свое поведение так, чтобы женщина не считала вас угрозой для себя. Тут еще решать вам и только вам. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас остались, пишите в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете всего лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!